Здравствуйте! Мы сегодня с вами посвятим время лекции о петрофизическом моделировании при построении цифровых геологических моделей, то есть о построении кубов фильтрационно-емкосных свойств, сокращенно ФЭС. Рассмотрение построения кубов ФЭС начнем с кубопористости. Наиболее простой способ построения кубопористости – это интерполяция кригинг значений пористости по скважинам, если кривые пористости во всем интервале моделируемого пласта. Такой упрощенный подход имеет следующие недостатки. Во-первых, значение пористости в неколлекторах скважинах определяется неточно. Во-вторых, искажается распределение пористости в объеме резервуара, которое корректно восстанавливается только при использовании фоциальной модели. Проиллюстрируем это на примерах. На слайде приведено сопоставление карт средней пористости, полученных из кубов пористости, построенных с учетом и без учета фоциальной модели. Из него следует, что распределение пористости в объеме резервуара, построенного без учета фоциальной модели, не учитывает геологического, то есть руслового строения моделируемых отложений и не может использоваться для дальнейшего гидродинамического моделирования. При корректном подходе к созданию кубопористости предварительно созданная фоциальная модель является той основой, которая позволяет обеспечить геологически и статистически достоверное распределение пористости в резервуаре. В примере мы видим, что отмечается корреляция повышенных значений пористости с местоположением русел. Качество исходных данных при этом используется. Результаты непрерывной интерпретации картажа с выделением фаций и оценкой свойств пород. Куб фаций. Геологические закономерности вертикальной и латеральной изменчивости пористости, выраженные в формализованной форме. Это трендовые карты или кубы, геолого-статистические разрезы и гистограммы распределения пористости для разных фаций, полигоны зонозамещения и границ зон распространения фаций, также геологические зависимости, например, между средней пористостью и эффективной толщиной. На первом этапе выполняется контроль качества исходных данных. Затем анализируются гистограммы распределения пористости по пластам для различных фаций или т. типов. Желательно, чтобы гистограмма пористости по гис для каждого литотипа имела одномодальную, близко к гауссовому нормальному виду распределения, поскольку такой вид распределения эмпирически установлен для большинства однородных литологических типов пород. Если же гистограмма распределения пористости для данного пласта какого-то литотипа имеет несколько пиков, то можно предположить, что выборка неоднородна и целесообразна выполнить работу по выделению дополнительных литотипов. Можно также провести более детальную корреляцию с разделением пласта на несколько объектов, или же попытаться выявить в плане зоны различных условий садко-накомпления, контролирующих распределение пористости. Соответственно, если эта процедура выполняется, то перестраивается куб фаций и, возможно, структурный каркас, в случае уточнения корреляции. В значительной степени описанные действия позволяют снять геологические тренды и привести распределение к стационарному виду, с которым корректно работают алгоритмы распространения свойств пород. В случае, если перечисленные меры не приводят к желаемому результату распределения пористости бимодальные, то необходимо принять решение, сохранять или нет вид распределения по скважинам в кубе пористости. Если принимается решение сохранить вид распределения, то необходимо задать это в настройках алгоритма при расчете куба пористости. В любом случае, в результате анализа гистограмма распределения пористости пластов по литотипам с учетом обоснованных петрофизиками граничных значений пористости, устанавливается величина минимальных, максимальных и средних значений параметра, используемые в дальнейшем в настройках алгоритма при расчете куба пористости с учетом куба фаций и литотипов. На следующем этапе геолого-моделлером выполняется подготовка выраженных в формализованной форме геологической закономерности вертикальной и латерально изменчивой пористости, трендовых карт или кубов, геолого-статистических разрезов или вертикальных трендов, полигонов зон замещений и границ зон распространения фаций, геологических зависимостей, например, средняя пористость, песчанистость. На слайде, например, мы видим, как увеличение средней пористости песчаников коррелируется с увеличением эффективных толщин песчаников в зоне каналов. При построении вертикальных трендов пористости целесообразно оценить изменение пористости коллекторов по вертикали, по номеру слоя, то есть относительной глубине от кровли, или по абсолютной глубине. Последнее чаще встречается на залежах с большой амплитудой структуры. В дальнейшем, после расчета куба пористости, выполняется контроль качества путем сопоставления по скважинам и по модели гистограмма распределения и вертикальной изменчивости пористости. В качестве трендовых кубов пористости обычно используются данные 3D-сосморазведки. В качестве трендовых карт используются либо данные 2D и 3D-сосморазведки, либо карты, построенные по скважинам данным и отредактированные с учетом геологических представлений о закономерностях изменения пористости по латерали, то есть с учетом концептуальной модели пласта. Заметим, что трендовые карты по сейсмике не должны противоречь геологическим представлениям о закономерностях изменения пористости изучаемых отложений по латерали. Вот на слайде представлен пример такой трендовой карты средней пористости коллекторов пласта Ю-10 по данным сейсморазведки с учетом скважин. В данном случае трендовые карты по сейсморазведке хорошо согласуются с геологическими представлениями о закономерностях изменения пористости континентального пласта Ю-10. Мы видим, что увеличение пористости песчаников происходит в наиболее палеопогруженных частях отложений пласта озерно-болотного генезиса. Возможно также одновременно использование горизонтальных и вертикальных трендов. При объектном моделировании используются также тренды внутри самих геологических тел, интрободис. Как это мы видели на слайде, где пористость песчаников увеличивается от берегов реки к ее фарватеру. Использование сейсмического трендового куба пористости применяется для построения геологического куба пористости с лучшими результатами декарбонатных отложений, которые имеют большие толщины и большой относительный размах изменения значений пористости. Здесь хорошо работает связь пористости и сейсмического акустического импеданса. Заметим, что необходимо быть аккуратным при использовании сейсмического трендового куба пористости для залежи с газом. Поскольку газ влияет существенно на их характеристики сейсмической записи, а вычесть его влияние из сейсмического поля сложно. В результате может получиться необоснованное изменение пористости коллекторов на газоводяном контакте. Перейдем к проницаемости. Наиболее распространенная практика создания куба проницаемости КПР заключается в использовании ранее созданного куба пористости КПР. Сразу отметим, что проницаемость наименее точный определяемый в скважинах по картажу параметр, который, правда, в наибольшей степени корректируется гидродинамиками при настройке модели на историю разработки. Поскольку проницаемость имеет не нормальный как пористость, а лог нормальный вид распределения, то лучше всего вначале рассчитать куб логарифма проницаемости, лог КПР, а затем калькулировать куб проницаемости. При наличии тесной корреляционной связи между пористостью и проницаемостью логарифмом, устанавливаемый обычно по керному, расчет куб логарифма проницаемости можно выполнить, просто пересчитав по этой зависимости куб пористости. Ну а при слабой связи расчет куб логарифма проницаемости выполняется детерминистским или стахастическим способом, используя куб пористости в качестве трендового, а затем обратным логарифмированием калькулируется куб проницаемости КПР. В более сложном варианте этой методики используются различные зависимости пористости и логарифм проницаемости для разных литотипов, если это видно на керновых данных. Но бывают ситуации, когда зависимости пористости логарифма КПР выявить не удается, а изменения величины КПР никак не отражаются на вариациях пористости. В этом случае построение куба логарифм КПР приходится выполнять по редкой сети скважин с керновыми определениями и данными гидрономических исследований скважин. Используя вертикальные и горизонтальные тренды с учетом фоциальной обстановки. Например, для русловых отложений можно задать увеличение величины КПР вниз по разрезу. При наличии керновых исследований по определению анизотропии проницаемости, то есть отношения вертикальной и горизонтальной проницаемости, можно также рассчитать куб вертикальной проницаемости. Обычный коэффициент анизотропии при этом используют постоянным или как функцию горизонтальной проницаемости. Для неколлекторов наиболее просто задавать нулевую проницаемость, но, однако, при гидрономическом моделировании часто выясняется, что неколлектора, хотя не содержат запасов углеводородов, тем не менее участвуют в процессе фильтрации флюидов. В этом случае необходимо, чтобы неколлектора имели не нулевую проницаемость и пористость, но меньше граничной проницаемости, а также низкий коэффициент песчанистости, чтобы не увеличивать запасы. Перейдем к насыщенности. Рассмотрим на слайде способы построения куба нефтенасыщенности или водонасыщенности для ячейк выше поверхностей водонефтяного контакта или зеркала воды в порядке их усложнения. Первое. Наиболее простой и наименее физичный способ. Задание одного числа, константы, используется, например, при нехватке данных на поисковом и разведочном этапах освоения месторождения. Второе. Горизонтальная интерполяция значений нефтенасыщенности СОИЛ или водонасыщенности СВ в скважинах. Может использовать для залежи однородного строения при отсутствии связи между СОИЛ и другими фильтрационными косными характеристиками реализуара. Поскольку в реальность такие геологические случаи редки, мы и не рекомендуем пользоваться этим способом. Третье. Послойная стратеграфическая интерполяция значений СОИЛ в скважинах может использоваться для следующих типов ловушек. Во-первых. Залежи практически полностью расположены в зоне предельного насыщения, где удаленность ячейки от ВНК уже не влияет на величину СОИЛ. Обычно это высокоамплитудные залежи. Во-вторых. Залежи, где отсутствует зависимость величины СОИЛ от удаленности ячейки от поверхности контакта. Но это высокопроницаемые однородные пласты, газовые залежи, резервуары с высокой анизотерапией по проницаемости, а также резервуары с гидрофобными коллекторами. Четвертое. Расчет КУБССОИЛ с использованием вертикального тренда в зависимости величины СОИЛ от удаленности от центра ячейки, от поверхности свободной воды или просто от водонефтяного контакта. Наиболее часто этот способ используют гидродинамиками. Он фактически предполагает однородное строение залежи по свойствам и одинаковую высоту переходной зоны. Поэтому он не пригоден для более общего случая пластов неоднородного строения. Пятое. Расчет КУБССОИЛ с использованием горизонтального тренда. Карты средних значений СОИЛ в коллекторах выше контактов скважинах построены с учетом снижения СОИЛ к внешнему контуру нефтяносности. Он иногда используется при построении модели в рамках создания отчета по подсчету запасов. Шестое. Стратеграфическая интерполяция с использованием в качестве трехмерного тренда КУБСОИЛ. КУБО пористости и зависимости между пористостью и насыщенностью СОИЛ. То есть фактически с использованием модели переходной зоны, о которой мы с вами говорили в лекции по флюидной модели. Эти зависимости могут быть получены как по данным Картажа, так и по данным Керна. Используется и для газовых залежей карбонатных пластов. Здесь, правда, учет производится в основном от пористости, поэтому модель переходной зоны несколько ущербна. И, наконец, седьмое. Стратеграфическая интерполяция с использованием в качестве трехмерного тренда КУБО насыщенности, рассчитанного в калькуляторе одновременно с учетом КУБО пористости, проницаемости и удаленности центра ячейки от поверхности зеркала воды, то есть с учетом модели переходной зоны функции Леверетта. Моделирование залежем с использованием модели переходной зоны обязательно должно выполняться для гидрофильных коллекторов с наличием значительной зоны непредельного насыщения. Часто полученный с помощью модели переходной зоны КУБО водонасыщенности СВ используется в зарубежной практике как окончательный при оценке запасов и при гидродинамических расчетах. Но в российской практике в большинстве случаев выполняется последующая подгонка КУБО водонасыщенности на значение СВ в скважинах. Мы, Жорик, и мы думаем про межуточный вариант. Это когда после расчета по модели переходной зоны КУБО СВ выполняется сопоставление по скважинам величин СВ по коротажу и по КУБО. Если сопоставление удовлетворительное, то есть в пределах заданной средней погрешности, то КУБО СВ используется как окончательный. Если же сопоставление неудовлетворительное, то далее выполняется перерасчет КУБО СВ с изменением исходных величин и зависимости, например, с изменением положения зеркала воды. Напоследок отметим, что газонефтяные залежи моделируются с калькулированием КУБО водонасыщенности СВ и с учетом наличия остаточной нефти в газовой шапке. Величина остаточной нефти в газовой шапке, иногда ее называют реликтовой, определяется по керну или по данным месторождения аналогов. Обычно величина остаточной нефти в газовой шапке задается одним числом, в некоторых удачных случаях используется зависимость величины остаточной нефти от удаленности от газонефтяного контакта. Естественно, что чем ближе к газонефтяному контакту, тем больше величина остаточной нефти.